спасибо дима ангел за предоставление аккаунта для создания сегодняшнего видео ну что ж всем привет друзья с вами капитан песик и сегодня в нашем видео еще один легендарный персонаж из высших эльфов это сокольничий его еще называют сокол посмотрите насколько это красивый герой золотых доспехах сверкающих вот на вид очень грозный такой вселяет страх и давайте посмотрим сразу же оценочки быстренько как мы видим везде оценки очень большие вот единственное лавы главы голем лавы рыцарь странно здесь он называется лавы голем вот ну соответственно из-за чего потому что на автоатаке у него один удар и этот навык называется утренний выстрел атака по врагу при критическом ударе герой получает бонус атаки 50 процентов на 2 хода урон зависит от атаки ну на самом деле для легендарного героя такой навык не знаю все таки поможет только какой-нибудь начале игры или в мидгейме когда у вас допустим нету такого же ловца или гаргараба у вас есть только лекарь и у нас сокольничий будет сам себе бафать этот баф ну хотя и на том же клан боссе и в подземках этот скилл в принципе полезен урон зависит от атаки атаку мы поднимаем на 20 процентов посредством книжек так и 2 его скилл долина смерти атака по всем врагам при критическом ударе накладывает штраф защиты 50 процентов на 2 хода как видим мы можем уменьшить до трех ходов и шанс понятное дело прикрытие будет стопроцентным естественно будет действовать только наша меткость и сопротивление противника очень странно что вот везде у нас разлом брони большой 60 процентов а этот разлом 50 хотя картинки одинаковые может быть опечатка какая-то если что пишите комменты что вы об этом думаете да и мы прекрасно понимаем что из-за вот первых двух навыков ему однозначно нужен крит желательно сто процентов и 3 его навык мертвая цель атака по врагу игнорирует защиту цели на сто процентов если вы встречали этого персонажа на арене и у вас допустим какой-то жирный персонаж отлетался на пасу вот я первый раз когда встретил я просто был в шоке какой он колоссальный дамаг наносит с этого скилла и как мы видим что здоровье у него достаточно мало атака очень хорошая скоростью тоже достаточно хорошая и в принципе видим что этот герой создан для того чтобы делать ваншот и давайте посмотрим нашего соколь ничего он здесь есть на этом аккаунте посмотрим вот он у нас одется от контратаки мы видим практически 40 тысяч сил и вот конечно его можно одевать как любого героя атаки в любые обвесы на атаку на игнор защиты на скорость все что угодно нам главное развить побольше атаки и соответственно крит шанс крит урон ну и еще конечно же скорость как мы видим здесь перчатки на крит урон броню на атаку и сапоги на атаку конечно эти сапоги надо здесь менять надо ставить скорость бижутерию мы видим на здоровье здоровье и защиту вот немного странно одет этот сокольничий ну как мы видим что здесь лучших колец просто нет и мы выбираем по допам что здесь нужно допустим атаки 11 процентов здесь дает ну вот конечно здесь есть вот такой вот амулетик на крит урон который конечно лучше заточить и поменять вот я предлагаю делать на него такой обвес колечко на атаку это на крит урон знамя уже на ваш выбор чего каких параметров вам не хватает смотреть по допам и так далее вот как мы видим здесь этот сокольничий данный сокольничий одет таким образом сет кота контратаки и крит шанса и в принципе у него очень много хп ним не хватает скорости не хватает крит шанса немного но хороший крит урон меткость тоже конечно же надо повысить но на самом деле это не просто так сделано такое хп вы увидите убедитесь дальше вот за что я люблю вариативность этой игры если вам не падает не выпадает хороших скажем так защитников защитников разгонщиков и так далее хороших героев вот на этом аккаунте построена дев команда в которой участвует и сокольничий этом я вам продемонстрирую дальше таланты здесь сделаны вот таким образом под клан босса мы видим здесь вар мастер в линии поддержки мы прокачиваем меткость также для клан босса изучаем боевые чары здесь у нас ветки атаки конечно же если делать этого из него с пром жесткого дамагера то обязательно надо брать безупречное исполнение но этот персонаж ходит здесь на клан босса и поэтому здесь выучены таланты именно так так ну давайте переместимся сейчас в подземелье и посмотрим насколько наш сокольничий хорош в этих всех данжах выберем мы сначала 15 дракона как мы видим точно не сказал про его ауру давайте к этому быстренько вернемся вот что-то этот момент пропустил наверное не посчитал нужным это сказать ну как мы видим его аура увеличит атаку союзников духа во всех боях на 38 процентов до аура конечно союзников духа сомнительная аура но если у вас не другой ауры вы можете поставить его в лидеры и он сам себе практически на 40 процентов будет увеличивать еще атаку в принципе неплохо так вернемся к нашему дракоши не хочу затягивать видео мы идем на 15 дракона сокольничий у нас идет в лидерах мы хотим посмотреть какой дамаг он наносит по 15 дракону в данном обвесе что-то последнее время стало долго грузиться давайте сразу же перейдем к дракону дракоша наконец-таки как всегда нас здесь встретили противные багровые маски и я сразу же перемотал ход на нашего сокольничего посмотрим как он бьет с разлома брони массового удара до увидели 34000 плюс 18 прошел вармастер и повесился штраф защиты то есть даже при маленькой меткости меткость него небольшая как мы помним на боссов штраф защиты вешается хорошо но нас не только интересует штраф защиты нас еще интересует его скилл который игнорирует защита так о ее 177 холодное сердце ударил блин рарный персонаж какой хороший так ну вот наш скилл игнорирует защиту цели и как вы видите 179 тысяч ну и как мы прекрасно понимаем что сокольничий во всех подземельях будет чувствовать себя уверенно в цитадель сила он будет просто разрывать цитадель магии конечно можно найти героев и получше лабиринт минотавра ледяной голем гиздо паучихин у него есть массуха и единственное что вот замок лавого рыцаря конечно сокольничему вход закрыт из-за того что у него нет мульти атаки поэтому лучше сокольничему туда не суваться проверим сейчас на практике способен ли наш сокольничий качать корм мы выберем карту 12-3 это более благоприятная карта для него здесь все зелененькие один красный по моему почему ее выбирают много игроков здесь падает щиток продать чуть чуть дороже чем сапог но здесь получает точнее гораздо немного совсем чуть чуть меньше опыта если вы исследуете цель конкретно пара по прокачке корма лучше конечно армию последнюю карту если вам хотите при этом больше денежки заработать то можно и фармить карту 12 принципе без разницы ну как мы видим что за 35 секунд сокольничный прошел эту карту до сокольничный конечно может нам качать корм но это он делает долго стартовые герои справляются с этим гораздо быстрее и еще много героев и рарных и эпических которые уж тем более легендарных которые могут побыстрее все это делать ну и давайте же посмотрим как наш сокольничь ведет себя на арене вот выберем такую вот средненькую команду 120 тысяч сил и вот за что я люблю эту игру за ее вариативность вот видите как построил нашу команду хозяин аккаунта у него нет нормальных вещей на так вот допустим тоже бижутерии у него нет хорошей ауры скорости и поэтому он решил пойти через деф у него есть хороший олень стальной череп соответственно у него из кольца на хп и посмотрим как сокольничий поведет себя в команде данного типа вот ну как мы видим что в золоте 4 значит наверняка хорошо ой сразу же надо агрить преподобную хоть на нее агр редко проходит но лучше агрить ее сразу и так вешаем щит и посмотрим как будет вешаться наш разлом брони как мы видим здесь один синенький и пробуем отлично практически на всех прошел разлом и как мы видим очень хороший урон вы прекрасно понимаете есть его правильно одеть крит урон ему еще повысит атаку это будет очень больно так и хочется вот посмотреть не посмотрим на за гриле ладно разберемся с этой командой я думаю я включу здесь на авто вот здесь у нас команде есть противный всем олень до 10 часовые 20 часовые просто бесконечные бои он может нам устроить приходится выходить но если у вас есть сокольничий то поверьте олень вам точно не страшен так ну здесь уже ключевых героев мы убили вот как видите у нас все время полное хп за счет стального черепа у нас олень накидывает нам регенерацию и наш сокольничий удачно вообще пристроился здесь рядышком и принципе хорошо чувствует себя даже в этой команде на не люблю я немного дэв команды из-за того что долго происходят бои я люблю так жук 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 и все ну давайте сейчас попробуем да конечно же я попробую свой вариант атаки вот мы выберем вот такую команду прям красненькую все я бы сделал в команду вот так вот здесь а где-то видел нового рарного героя смотрите тут и легендарные герои есть у нас еще где же ты это мал бранж мы ставим и голую на для ауры скорости мы ставим ловца мы ставим ревоглаза на разлом и мы ставим сокольничий у нас получается 83 тысячи команда против команды силой практически 100 тысяч ну как я говорил своих прошлых видео сила не смотрите на силу смотрите на состав героев исключительно на это попробуем загреть это вот зелененького больно он тоже бьет этот септимус так где у нас у ревоглаза вот она штраф защиты штраф атаки маленький разлом отлично все это повесилась так у нас вот все сейчас под контратакой и пробуем нашу массу ху на всех и как мы видим да то есть мы понимаем если нашего сокольничего пустить такую рашную быструю команду то он будет очень полезен и будет очень больно бить наносить хороший урон собственно здесь остались два красненьких они нам не страшны на за на слабый герой для золота конечно да за проказ нам это не удалось сделать но я считаю если правильно одеть нашего сокольничего то все будет замечательно вообще конечно идеальный вариант сокольничего я вот и увижу ему применение как основному раскольщику и при этом дамагеру как допустим заргалом не показал же я еще вам в действии наш супер убер скилл вот жирная команда стайл вам то здесь есть защита но мы ее должны проигнорировать и так разгоняемся агрим тарила чтобы у нас не дал нам получается разлом у нас то не вышло мы сами дадим разлом тревоглаз очень хороший герой несмотря на то что он рарный вот принципе он отлично качает корм ну да ладно мы смотрим сейчас наш урон так давайте кого выберем давайте выберем противоположные афинити вот это вот синего вот этого поле не нового легендарного выберем его как цель нашу и смотрим урон как вы видим по противоположному афинити был вон ваншот и это было больше сотки до сокольничий ты действительно молодец ну здесь бранж можно не знаю смогут ли на автовое не убить эту команду не знаю давайте проверим это цель этого видео этого боя была показать вам как вот видите тоже еще раз разлом повесил с массухи как сокольничий бьет на мы действительно видим что это очень большой урон если вы это было с противоположное афинити представляете какой бы дамаг вошел то есть мне сразу хозяин аккаунта сказал что со второго скилла в любого абсолютно в любого это будет ваншот так надо добивать этого свиномордого рогата эту свинью ну вот видите да команда наша 80 силы с голой или с голым лидером на скорость без проблем не то что без проблем победила команду 110 силы ну в общем друзья что я хочу сказать продолжая свой новый контент по обзору героев которых можно посмотреть на практике увидеть пощупать улице зреть так что кто хочет показать своего героя нашей публике пишите в комментариях мы с вами свяжемся и обязательно сделаем обзор про вашего героя соответственно конечно же по вашим словам а с вами был капитан песик всем пока а